В этом году, по данным муниципалитета, в школьных и трудовых лагерях смогут провести каникулы почти 15 тысяч юных сочинцев. Для любителей природы будут организованы многодневные туристические походы. Увеличилось и количество здравниц, которые будут оздоравливать детей в летний период. Во всех 15 учреждениях санаторно-курортного комплекса уже завершена проверка на готовность к приему школьников. В состав комиссии входили представители Роспотребнадзора, полиции и МЧС. Особых замечаний нет. Мелкие недоработки должны устранить до конца месяца. Оздоровительные центры откроются 1 июня. Будут под присмотром и дети, которые останутся на каникулы дома. Я ставил перед вами задачу. Это придомовые площадки детские. Как они будут задействовать? В этом году у нас 133 детских площадки. Вы недавно дали поручение департаменту спорта. Они организовали мобильные площадки в сельских районах. Мы предполагаем, что где-то 250 тысяч раз дети будут задействованы на этих площадках. То есть практически охват 100% будет на площадках. Это площадки культуры, управления культурой, это площадки молодежной политики, это площадки образования и, конечно же, спортивные площадки. А готовы ли наши спортивно-оздоровительные площадки уже принять департаменту? Вот как раз сейчас мы мониторинг начали этих площадок. Два управления социальной политики и наши мониторят. Первое число эти площадки торжественно откроются. На каждой из них будет программа определенная. Все дети, которые стоят на учете в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних, также не останутся без внимания. Для них организуют экскурсии и туристические походы. У старшеклассников будет возможность заработать карманные деньги. Средства, необходимые для проведения детской оздоровительной кампании, подчеркнули на встрече, выделены в полном объеме.